Переполненная фан-зона, расположенная в полутора километрах от Лужников, верила в чудо осторожно. Испания числилась в фаворитах не только в матче с Россией, но и во всем турнире. В составе испанской сборной игроки из лучших клубов мира, включая капитана Серхио Рамуса, который месяц назад поднял англовой Кубок Чемпионов. Разве что не самое яркое выступление испанцев на групповом этапе тешило надежды российских болельщиков. Но и первый гол, пропущенный уже на 12-й минуте, большой неожиданностью для них не стал. Однако до перерыва статус-кво вернул Артем Дзюба точным ударом с 11-метровой отметки. Настроение фанатов заметно изменилось. Мы так долго ждали этого, того, где мы выиграем. Мы верим в нашу просто львов всей силой. От второго тайма что ждете? Победы. Конечно, победы, да. Но даже если будет ничья, не расстроимся. И вот ничьей не будет? Ну, понятное дело. А, да, в принципе. Не знаю, но, конечно, победу лучше, чтобы мы выиграли. Побольше самоотдачи, наверное, надо. И удачи. Удачи, еще раз удачи. Так игра, в принципе, равная. Но если не расслабляться, в принципе, если еще один гол забьем, на кураже можем выиграть, нормально будет. Во втором тайме испанцы продолжали контролировать ход встречи, раз за разом штурмуя ворота Игоря Акинфеева. К концу матча «Красная фурия» владела мечом 79% игрового времени. Это рекорд текущего турнира. Российская сборная при пяти номинальных защитниках оборонялась всей командой, время от времени огрызаясь контратаками. Фанаты ненавязчиво скандировали нужен гол, больше надеясь на успех в серии пенальти. По драматизму она компенсировала скучное содержание матча. А Акинфееву часто припоминали ляпы на предыдущем мировом кубке в Бразилии и антирекорд по сухим матчам в Лиге чемпионов. Но в этот раз он обеспечил себе звание лучшего игрока встречи еще до дополнительного времени. А два сейва в послематчевых ударах моментально сделали из него национального героя. Сборная России впервые в своей новейшей истории сыграет в четвертьфинале чемпионата мира. Офигенно, братан! Это офигенно! Не могли даже в это поверить. До конца не верил. Блин, круто! Круто! Молодцы! Просто фантастический матч. Отлично сыграли. Лучше придумать не могли. Россия показала лучшую игру. Они дойдут как минимум до полуфинала. Они лучшие. Испания домой едет. Все. Из фан-зоны тысячи болельщиков пешком шли в центр, где город уже праздновал исторический выход в следующий раунд. Огороженную рамками Никольскую смиренно освободили от барьеров. Здесь был апофеоз радости, хотя гуляли и на соседних улицах. Имя Кенфеева скандировалось не реже зарядов «Россия, Россия». Число россиян, проспавших утром в понедельник в работу, уточнить не удалось. Будут ли они там работать до 65 и 63 лет, пока тоже. Иван Воронин, Антон Олейников. Радио Свобода. Москва. Редактор субтитров А.Семкин